В Музее истории Казанского университета состоялось открытие выставки «Оптимист». Экспозиция посвящена 110-летию со дня рождения академика Андрея Трофимука. Выставка «Оптимист» посвящена юбилею выпускника Казанского государственного университета Андрея Алексеевича Трофимука. Изначально выставка была студенческим проектом историков. Материалы экспозиции организаторы собирали при помощи Музея истории КФУ, Геологического музея имени Штукинберга, научной библиотеки имени Лобачевского и Сибирского отделения Академии наук. Здесь собраны документы, оригиналы документов, фотографии очень интересные. Фотографии, которые описывают его жизнь. Сохранились фотографии, которые из его молодости, с тех времен, когда он начинал работать в Башкирии, занимался нефтью и газом. В день открытия выставки посетителям музея показали документальный фильм о герое выставки. Про начало его профессионального пути – учебу на геологическом факультете. Работе в нефтегазовой отрасли. В 1929 году Трофимук поступает в учебное заведение. К этому времени он уже уверен в том, что будет геологом. Во время учебы Трофимук сразу начинает работать в научно-исследовательской лаборатории. После окончания Казанского университета в 1933 году Трофимук около 10 лет работал в Башкортостане. Объектом его исследований являлась нефтяная геология. Автором выставки является студент-историк Института международных отношений. По его словам, экспозиция является продолжением музейной студенческой практики. Почему оптимист? Вопрос очень частый. Оптимист потому, что Андрей Алексеевич, несмотря на все проблемы, несмотря на все какие-то сложности, трагедии, он всегда старался смотреть на вещи с позитивной стороны. Всегда старался продолжать это дело. Несмотря на то, что все уже отказывались от этого, он продолжал развивать нефтедобычу в тех местах, где уже все от этих скважин отворачивались. Это далеко не первое мероприятие в КФУ, посвященное Трофимуку. Например, в августе этого года у здания Института геологии и нефтегазовых технологий состоялся памятный митинг в честь юбилея академика. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.